Радио Болтком И всем еще раз здравствуйте, Олег Беков в студии, к нам присоединяется журналист, ученый, морской геолог, журналист, пишущий о науке, популяризатор науки Константин Рангс. Доброе утро. Доброе утро. Ну и, конечно, поговорим мы прежде всего о погоде, мы говорим о климате, но о том, какая погода, погода намекает нам все время о тех проблемах, с которыми сталкивается человечество. Действительно, сегодня будет самый жаркий день на неделе, обещают Латвии плюс 31, в то же время мы видим, что в Британии все гораздо серьезнее. И даже, по-моему, впервые такое случилось, нарушен дресс-код в британском парламенте, парламентариям разрешено снять пиджаки и галстуки, и выступать, и дебатировать в рубашках. По-моему, такого, в общем, еще, не знаю, было или не было в истории, но пошли на такие изменения, потому что жара пьет все рекорды, и людям очень тяжело переносить жару. Ну, если бы только людям, добрый день, там даже рельсы повело, и вот это тоже проблема, в рельсах же есть рассчитанный зазор, когда металл расширяется, они упираются друг в друга и начинают деформироваться. В общем, собственно говоря, об этом тоже уже говорят. То есть, очевидно, придется учитывать на будущее, прокладывая железные дороги и такие аспекты? Ну, надо сказать, что сейчас вообще немножко другие уже железные дороги, стыки рельсов, это уже анахронизм, сейчас такие новые виды рельсов, плитьевые, металл поменялся, все как бы хорошо, да, вроде бы движемся в таком прогрессивном направлении, но действительно очень многие у нас стандарты рассчитаны были совершенно на другие температуры. И поэтому, действительно, сейчас мы сталкиваемся с каждым приходом жары, у нас уже появляются какие-то проблемы. Что в Латвии, вот если мы сейчас поговорим о Британии, но вот об латвийские прогнозы, говорят ли они о том, что эта жара отступит и в какое время это может произойти? Ну да, но, как вот уже повторялось, только что буквально перед нашей программой был прогноз синоптиков озмучен, что сегодня будет жарко, завтра уже станет попрохладнее, а в воскресенье нас ждут грозовые ливни. На следующей неделе будет переменная облачность, потом опять станет солнечно, но уже температура будет где-то днем в пределах 22-24 градусов. Все это связано, опять-таки, с танцами циклонов и антициклонов. Например, на восток продолжает существовать, но уже заполняется очень большой циклон, который принес на просторы примерно, так скажем, от нашей границы и примерно до Урала понижение температуры, дожди, ветры. Эта погода там уходит. С Европы, вот как раз почему у нас жарко становится, движется, но уже тоже разрушающийся антициклон, который продолжит, в общем-то, мучить Европу, в основном южную. Но там приходят новые антициклоны, а сверху двигаются со стороны Гренландии, Исландии циклоны. Поэтому, собственно говоря, вот на столкновении этих мощных вихрей-то и будут зоны, где пройдут дожди, грозы, шквалы. И мы как раз находимся примерно вот в районе этой границы. Поэтому, собственно говоря, прогнозы по Балтийскому региону самые неопределенные. Если, допустим, с Испанией и Италией все понятно, они будут продолжать париться, точнее даже не париться, жариться, то с севером Европы вроде бы там будет такая прохлада и дожди, так скажем, привычная для них погода, то у нас будет что-то такая серединка наполовинку, что, в принципе, тоже неплохо. Про магнитные бури сейчас говорят, что на Солнце произошла активность, и вот эти несколько дней будут отмечены магнитными бурями. Ну, в принципе, сегодня вот уже так называемая К4 из 9, это уже, так скажем, легкий шторм. Легкий, но на самом деле это тоже ничего пока что страшного, потому что страшно это когда 6, 7, 8, не дай бог 9, вот, когда будет 9, тогда будет все плохо, вот. А так, в общем-то, да, это возмущение, но это еще не ужас-ужас, вот. Хотя, да, для людей, так скажем, метеочувствительных, магниточувствительных, вообще очень чувствительных людей, обычно это люди в возрасте, страдающие такими заболеваниями, как всевозможные невралгии, диабет, сердечно-сосудистые заболевания, вот для всех этих категорий людей, может быть сейчас как раз вот не самое приятное время. Они могут чувствовать слабость, головокружение, им вообще все, как говорится, не мило, вот. И что нужно делать, это прежде всего не делать никаких резких, так скажем, нагрузок, вот, и употреблять те препараты, которые вы должны употреблять регулярно. Лучше, как говорится, переждать вот этот вот бурный период, конечно же. Как, кстати, прозвучала рекомендация и в прогнозе погоды, с 11 до 16 часов не выходить на улицу на солнце, здесь вот какие-то другие, может быть, есть еще рекомендации, как себя вести в жаркие дни? Не, ну, первая вещь, это, конечно, нужно понимать, что ультрафиолет, он может вас даже, что называется, настигнуть и в тени, если ваша тень на берегу моря или водоема другого. Вот это очень важный момент, отражаются солнечные лучи прекраснейшим образом, и, кстати, на пляже, на белом нашем песочке тоже, и вы можете прекраснейшим образом получить солнечный удар даже вот под зонтиком, если будете сидеть. Поэтому вот действительно, в самое жаркое время, когда самое мощное излучение солнечное, тем более, если у вас какие-то есть проблемы с кожей, ну, вот не надо, что называется, искать себе приключений. Потому что, вот посмотрите на людей, у которых бывают всевозможные родинки, какие-то там бородавочки, всякие образования, нету, как говорится, вот этого лишнего агента, раздражителя. И, что называется, можно с ними прожить всю жизнь недолго и счастливо. Но ведь достаточно появиться вот такому агенту-раздражителю, каким является ультрафиолет, и с ними могут начаться неприятности. Кому это надо? Британцы, вот если вернуться в Британию, вот с этими аномальными температурами, что там, какие проблемы происходят? Потому что, ну, вот мы можем сейчас, может быть, на примере Британии, ну, изучить эти проблемы и готовиться к тому, что, если не дай бог, такая же погода будет у нас и в Латвии, как с этим сражаться? Ну, тут вопрос не в том, что сражаться. Для Британии-то это как раз более, так скажем, явно, чем для нас. Британия-то остров. Со всех сторон море, причем, прямо скажем, не тропическое море. Поэтому у них такое резкое повышение температуры, связанное с тем, что воздух практически не движется. Вот это очень важный момент. Стабильная воздушная масса, которая, между прочим, из-за высокого давления уплотняется, а мы как знаем, что сжатие воздуха, газа приводит к его нагреванию. Вот это все как раз способствует вот такому резкому скачку. Но стоит вот сейчас сместиться, вот подует ветер, и ситуация в Британии улучшится. Мы же находимся на окраине материка, огромного материка. И условно говоря, что если над восточноевропейской равниной на огромной протяженности от финских хладных скал до пламенной колхиды будет стоять огромный блокирующий антициклон, то вот тут-то нам гораздо будет хуже, чем британцам, потому что стоять он может долго, как, например, было в 2010 году, преснопамятном, и дышать нам будет тогда гораздо тяжелее. Что самое еще неприятное, циклон будет находиться с центральной частью где-то в районе среднего течения Волги. А это означает, что вращающийся по часовой части циклон будет как раз подхватывать воздух при Черноморье, горячий воздух. Это означает, что ветер у нас будет южный, и что мы будем иметь? Мы опять будем иметь дикую жару, для нас непривычную, а в море не сунешься, потому что оно будет холодное. Южный ветер просто всю теплую воду будет уносить к эстонским берегам. На радость, так скажем, жителей и гостей города Пярма. Вот как раз Шонин очень волновался и спрашивал, что же это такое происходит, почему при даже раскаленном песке и солнце температура воды страшно холодная, то есть купаться все равно холодно. Ну, если ветер, основное направление ветра южное, то что ж получается? Получается, что вся вода, которая нагревается на поверхности, она потихонечку уносится на север Рижского залива. А на место ее приходят глубинные воды из залива. Худо, бедно в нашем заливе несколько десятков метров глубины, и там вода холодная, реально холодная. И это можно заметить, что при южном ветре у нас вода прозрачнейшая, даже, как говорится, с таким южным зеленоватым отливом, таким изумрудным. Не водичка, сказка, только почему-то плюс 10-11 градусов. Вот это, как говорится, и как только она нагревается, она тут же уплывает опять к эстонским соседям. Так что для нас вот это вот не самое лучшее расположение пляжа относительно моря. Это зависит от каких-то изгибов местности или от климатических условий? От географии. Но стоит в себе антициклон, вращается он по часовой стрелке. Ветер в наших краях, естественно, южный. Южный ветер приносит жару. У нас пекло. Эта жара нагревает воду, и она же, этот ветер, уносит нагретую воду к эстонским берегам. Кстати, хочу сказать, что эта же жара греет воду у берегов Таллина, например, на Северной Эстонии, и несет ее к финским берегам. А в Финляндии, что очень, знаете, интересно, у них же много маленьких островов, шхеры. Дно темное, солнечные лучи пробивают хорошо эту воду, и нагревается она. И вот пример. Я помню, как мы с друзьями ходили в Хельсинки на пляж, вот так, среди этих шхер. Температура воды была 24 градуса, и при этом мы знали, что в Юрмале в воду не залезть. А у нас жарко, 28-30 градусов, вода такая теплейшая. Какая Финляндия, какой Север, боже мой. А вот тут такие особенности есть. И, кстати, что надо сказать, чем дальше, тем это будет повторяться все чаще, чаще и чаще. Но не без ложки дегтя. Повышение температуры воды в нашем море приводит к размножению сине-зеленых и прочих водорослей. И вот эти как раз водоросли, они выделяют токсические вещества. Можно отравиться. Могут быть сильнейшие аллергические явления. Допустим, даже на коже. Поэтому, понимаете, тут, с одной стороны, вроде бы солнца много, и тепло вроде, и вода согрелась. А вот тут опять выползает такая вот зараза. У нас, понимаете, соленость моря очень маленькая. Если бы у нас было бы более глубокое море, более соленое море, тогда бы более богатое кислородом. А ведь Балтийское море – это же кошмар, это же сточное озеро для огромного совершенно бассейна, фантастически большого бассейна. И вот все эти города, сельскохозяйственные угодья, куда деваются? Вот видели, недавно новость была о том, что в воде наших рек можно найти и метфармин, и брофен, и там, и всякие другие лекарственные вещества. Типа того, что даже не надо пить, пошел искупался и все, сам через кожу принял. Так вот, надо понимать, что кроме этого уходит огромное количество удобрений. Я уж не говорю про фекальные воды. А другое, удобрения стекают, которые почву. И вот эти удобрения удобряют эти самые сине-зеленые водоросли, которые размножаются, как из пулемета. То есть именно поэтому у нас появляются эти водоросли на пляжах, прибивают к берегу. Даже там бывает противно зайти в воду, потому что... А насколько они вредны для человека? То есть я знаю, что многие, особенно приезжие, страшно боятся прикасаться к этим водорослям. Наш уже народ совершенно спокойно наступает в эту кашу, жижу, проходит через нее к чистой воде. Ну, тут нужно сказать, что, допустим, ничатые водоросли, которые создают вот эту такую массу, напоминающую войлок или вату, да, это, как говорится, полбеды. Они более противные, чем вредные для нас, ну, по случаю Касани. А вот есть сине-зеленые молодости, когда говорят, вода цветет. Вот именно. Вот это, да, вот тут-то уже есть. Дело в том, что в процессе своей жизнедеятельности они выделяют вещества химические, которые вредны нашему организму. Вот тут больше проблемы. Поэтому, когда видны зоны, которые, где охваченные цветением воды, воды остановятся мутной, разного такого зеленоватого такого цвета, разные оттенки. Вот туда уж точно заходить не надо. Кстати, цветет вода не только в море, но и в озерах, и в реках. Кстати, вот в прошлую волну жары после Лиго, там же уже сообщалось о том, что рыба стала дохнуть. Почему? Потому что в перегретой воде меньше кислорода. Вот очень важный момент. Растворимость кислорода растет с понижением температуры. Поэтому для рыбы, например, в арктических водах очень хорошо дышать, легко и привольно. И там она поэтому очень хорошо размножается, и ее много. Вот у нас тут тоже проблема. Так что вот эти вот жара, это, с другой стороны, ухудшение ситуации с водоемами. И не дай бог температура в водоемах начнет превышать 26-27 градусов, ведь тогда увеличится количество всевозможных паразитов, которые в этих водоемах будут существовать. А почему это 26-27 градусов является такой пограничной температурой? Ну, это спросить надо того, кто все это создал, да? Потому что, в принципе, это эмпирическое опытное наблюдение, что при воде, которая приближается по температуре к 30 градусам, 28, это уже почти 30, да? Увеличивается количество, это же не скачком, а потихонечку увеличивается количество всевозможных опасных амеб, рачков, каких-то там еще микроскопических существ. То есть, ну, просто им становится комфортно жить именно в такой воде. Так что мы должны это учитывать. И, несомненно, когда наши санитарные органы сообщают, что не рекомендуется купаться в тех или иных водоемах, то это действительно означает, что там что-то живет. И это живет не совсем для вас полезно, мягко говоря. Так что я не буду пугать ужастиками. Нам до этого, как говорится, еще далеко. Но, например, стоит забывать, что, например, есть такая крайне опасная амеба. Она на юге Соединенных Штатов и южнее существует, которая может попасть в организм человека через воду, попавшую в нос. Далее она проникает там по каналам в мозг и выедает. Да, он звучит как фильм ужасов. Это, знаете, Стивен Кинг отдыхает. Но это реальная вещь. Да, это большая редкость. Но известно, что такой случай уже был в Чехии, по-моему, лет пять назад. Он единственный. Конечно, вероятность попасть под падение льда с самолета, может быть, даже больше. Ну, если не больше, то, во всяком случае, очень соизмеримо. Но, тем не менее, да, такие вещи есть. Вообще, в тропических странах очень много всевозможных таких веществ, таких существ. И надо учитывать, что, смотрите, ведь так называемая лихорадка западного Нила, которая еще 40 лет назад была во всех учебниках тропическим заболеванием, она сейчас уже дошла до регионов Южной Европы, Украины, России, Закавказья охвачена, Казахстан. То есть в этой полосе она уже процветает. И самое главное, по всем просчетам, она будет двигаться на север. Кстати, клещи тоже появились. Новые виды клещей, которые тоже двигаются на север. Теплеет, вот реально, теплеет. Нету мощных таких сухих зим. Все эти явления, они тянут одно за другое. И зачастую мы с этим сталкиваемся, что мы не можем понять, что происходит. Так что вот такая картина. Ну что же, не очень, конечно, радостная, но, тем не менее, мы следим за этими событиями, стараемся знакомить наших слушателей. Константин Ран, журналист, ученый, морской геолог. С нами был в программе «Климат-контроль». Спасибо большое, Константин. До следующей пятницы. Хорошей недели и выходных. Всего вам доброго. Будьте здоровы. Не слушайте радиоболтком.